вроде все нормально привет еще раз всем продолжаем должен был говорить проходи не задерживайся а у нас еще тут ночь на дворе может поспим до 6 утра поспим прям в баре раскатали спальничек легли спать я пытаюсь понять где он играет пока достанет автомат его убьют уже конечно ничего не могу сказать классная музыка да и слова тоже нормально раз я провел менеджмент рюкзака и у меня тут теперь ничего нету лишнего да единственное что тут опять же чуваки на тех же местах стоят я думаю что мы продадим ему пистолет который нам не нужен может тут что-то будет с артефактов солнышко он восходит ухты мы жрать хотим а а а а а а а а а и а и а Продолжение следует... 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 я согласен здесь новый более современный детектора не вот это вот фигня знаю что пишет это когда типа добавляются и убавляются чуваки маленький пип так наш поговорить с чуваком короче банят правообладатели ходит и звук отключает получается есть но потом когда включают или вообще не включают ладно мы попробуем загнать ему куда ты поплел будем не зайти туда но в бар или как это назвать в 3000 рублей мне кажется бармен дать может больше куда типа первый звук более низкий это типа когда меньше людей становится а звук высокий когда больше в общем спекся конкурент и он оказался много за зомбаком все нормально ну дальше в интерес мать твою ты меня наверное гибель отправил а я выжил так ты еще недоволен не кипишу я ведь я сказал что он далеко не новичок думал что от этого будет достаточно мне он казался более проворным раз уж так сложилось то у меня у меня клюна мысль ты бы еще тотализатор степаныч организовал ладно это была шутка вижу ты сталкер неплохой хехе недаром с тобой скиф имеет общие дела он с кем попало из-за здорово живешь работать не будет да продолжаем разговор это здание будет поважнее потруднее предыдущих я знаю что существует подробная карта зоны с отметками важный зон в том числе не обозначить необходимый переход так как же ты не знаешь где он находится что за херня слушай дальше не и не мандражи на мандражируй понял разумеется я знаю дело но я не картограф а это уже готовая карта со всеми пометками так что она и мне пригодится и поймите с этого смогу неплохо смотри если что не нравится можешь мне сейчас вывалить 60 тысяч узнать карнат этого перехода все понятно давай делать дело не играть в обиженных так обиженных здесь и нет тут есть очень упрямые и нетерпеливые личности а мне это не по нутру винторез давай ближе к делу да и почему это задание как ты говоришь поважнее будет и потруднее на мой взгляд задание как задание ничего выдающегося куда ты все торопишься может дослушать до конца и так что мы имеем по этой проблеме месяц назад в окрестности лагеря забрел один грешник погоди так это группировки уже нет давно не перебивай это то же самое как сказать что нет долга ли свободы грех существует до сих пор просто ничего зарегли на дно они сильно задолжали наемникам да и долг на них охоту объявил просто их сейчас мало осталось поэтому редко кто про них в курсе по крайней мере в ближайшее время мы их точно не увидим ну да и фиг с ним суть в другом этот грешник утверждал что он порвался своим прошлым и встал на путь исправления но тем не менее обычные сталкеры его сторонились хотя он изо всех сил старался им помогать в общем не приняли его сталкер в свой круг ну история мне это знакомо в свое время назвал я бывшего монолитовца звали его бродяга знавал таком пытался получить доверие долгой свободы он так и не получил ушел в припять может уже в монолите опять а может и нет он хороший был мужик а может мне кляпки вставить чтобы ты не отвлекался может тогда ты меня даже договорить о том и сейчас так и будем с планами делиться и тогда никто никуда никогда не уйдет слышал эту историю про потерявшуюся группа монолита которая пришла на юпитер ничего не помнила так вот однажды этого греховодника обнаружили мертвым кто и за что с ним так непонятно разумеется никто не стал докапываться до истины зато нашли при нем записку с информацией о тайнике записки говорилось о неком тайнике оставил подробную карту зоны и хабар там где был прощен за все свои грехи есть соображение где тайник опять ребус как же я не люблю эти загадки вот поэтому данное здание будет потруднее а я его важности уже сказал это последнее чем я тебя прошу после чего ты спокойно может отправиться в припять так что уж постарайся там где его убили наверное ну на всякий случай надо было проверить так ну я думаю что у нас есть одно место где мы вольнули чувака это церковь церковь да я думаю что это был грешник который ну это кажется по крайней мере мы здесь мы не были еще в этом месте мы были только здесь ну понятно но тот был грешник которого завалили мертвым нашли значит мы могли его убрать этого чувака и вполне вероятно что это был тот чувак которому мы отдали пистолет вернее наиболее вероятно попробуем найти тайник здесь конечно не уверен что он тут где-то но шансы на успешно завершение задания имеются не зря что тут и грешник ну все жора я так и думал да это был второй этаж церкви вернее я не знаю как это правильно место называется там где малилия не важно в общем это был второй этаж да здесь два тайника я нашел в одном из которых лежал винторез и карта во втором дробовик и я так понимаю какие-то крутые патроны что-то короче может еще снаружи что-то конечно есть но что-то немало мало верится вот такой тайничок неплохой нормально вместо того чтобы ноги поломать слопотал короче дозу радиации отлично так но чем нашли вот такой винторез он повреждение лучше чем вот этот вот можно место калаша его взять апгрейднуть его по максимуму и юзать можно продать сколько он там стоит не написано я думаю что мы сейчас все это дело продадим ничего мы не будем себе оставлять потому что у нас и так оружие достаточно потерянута какая-то играет наверное тут здарова брат все держи свою карту там еще тоники новенький метрес искался на его себе оставлю ну вот и славненько нашли мы ее родимую хорошо ты доказал что достоин знать обходной путь свою часть контракта нашего сотрудничества ты выполнил поэтому пошли я покажу где находится переход в припять как ты предлагал ты мне я тебе отлично когда выходим самое лучшее время рано утром часов в 5 и в припяти более или менее спокойно здесь меньше лишних глаз в таком случае я жду так выполнить но вообще супер класс блин жесть какая-то так выбросишь был ее мое следуй за мной и жди дальнейших указаний проводник следовать за винторезом припять где ты бежишь товарищ о прикинь он же туда же диетат был пропадет час куда он зашел вот сюда рядом от меня находится телепорт в город залетая туда счастливого пути где телепорт в каком окне тут что ли ты уверен а вот не мог показать бесплатно вообще борода какая-то интересно могли бы мы сами дойти туда туда же зашел этот кент как его там звали припять ну мы направились припять потому что нас там направили там наемники убежали туда а про этого чувака как как его там звали гевары мы даже ни слова не говорили и сталкер проходи пообщаемся стрелять не будем сейчас политика в отношении всяких проектов чуть поменялась на мне наверное до вечера сказали что фанатики припяти есть вы стреляют всех налево направо вы оказывается и не такие до поры до времени мы добрые но ты особо не обольщайся просто сейчас много кто приходит припять если всех отстреливать а нам боеприпасов не хватит поэтому было принято решение сейчас всех по одежке провожать по уму хе-хе тем более что не все с опилками в голове могут и нам пригодиться что а что делать надо как-то выкручиваться в этой жизни ладно я все понял вам на удачу попался не деревянный сталкер так что можем поговорить но ты ладно как раз нам и нужен надежный человек для сотрудничества а что ваши братья по вере уже не помогают во первых сейчас наши ряды чуть поредели во вторых другие наши братья заняты своими делами они просиживают штаны как в других группировках поэтому любая помощь только приветствуется не думая что мы предлагаем сотрудничать каждому встречному поперечному ну а то есть мне еще и великая честь выпала ясно рад тому что вы придерживаетесь нет нейтралитета я тоже не особо люблю конфликтовать может и отказаться только учти что не все наши братья в припяти дружелюбные могут и пальнуть так что выбор у тебя невелик наше присутствие даст им понять что ты с нами сотрудничаешь а так твое присутствие будет трактоваться как попытка проникновения на охраняемую территорию так что выбор за тобой выбор за мной так выбора то никакого и нет давайте сотрудничать других выгодных вариантов я не вижу вот договорились хе-хе какие действия далее сейчас пойдем к нам на базу барлон да лидер нашей группировки хочет лично с тобой познакомиться но по пути надо проверить одну аномалию на наличие ништяков на малия очень необычные и богаты артефактами там каждый день рождаются выпускать эту возможность не хочется тем более что по пути она будет если у тебя и детектор можешь сам пощупать удачу за хвост ну пошли тогда а звать тебя как клим просто клим отлично кого меня нас вот мы попали в припять тут у нас это понимаю зеленые кстати отмечены чуваки отлично я понял что надо было за ним бежать причем в буквальном смысле с пола ну барлон да могли бы имя по-другому как-то выбрать честно говоря то какой-то подмороченное овощи вот кстати я обратил внимание что у нас зеленых чуваков на карте не было нигде монолит да в общем там чуваки в кинотеатре и отмечены зеленым тесно кто это ученые да вроде нет причем там много было людей барлон да науки так как роботы бегут это нычками прорываемся о это походу аномалия вот это я чуть не обделался в очередной раз ну надо ну спасибо пацаны шо меня валите честно чего не такого тесно стреляют звуканчики такие особенные так надо похилиться болт взять болт взрыв Продолжение следует... 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 сталкер, который помог отправиться на тот свет моим братьям, надо тебе голову открутить. Да бросить слепым псам, пусть порезвятся. Да никого я не убивал. Сам же видишь, что еле на ногах стою. Уцелел только чудом. Да и как бы я смог это организовать или кому помочь, если я с самого прибытия в Припять был под присмотром ваших бойцов? Если бы эпицентр взрыва хоть на метр был ко мне ближе, то там бы и я сейчас рядом лежал. Отлично вообще. Ну, предположим, я выслушаю твою версию произошедшего, так что давай рассказывай. В Припять я пришел по одному важному делу, на окраине свидетел твоих бойцов и мы пришли к выводу, что нам лучше сотрудничать. По пути сюда решили проверить одну богатую на артефакты аномалию. Проверили. Условили, что я пойду в аномалию, а твои бойцы будут прикрывать меня на случай возможных неурядиц. Зашел в аномалию, достал детектора, все шло нормально, а где-то минут через три я получил такое ускорение, какому позавидовал бы любой движок с урбонаддувом. Это была взрывная волна. Взрыва я не видел. После неудачной посадки, а удачной потому, что вроде руки и ноги в целости и сохранности оказались, до момент приземления голова моя в сантиметрах двадцати оказалась от меня, так было бы прямо в яблочко. Потерял сознание. Придя в себя, обнаружил, что твои ребята лежат и не подают признаков жизни. Увы, но правда такова. Ладно, не дрейфь. Я специально проверил тебя. Отлично. Если хочешь выжить здесь, в Припяти, то дальше будешь работать на меня. А мне нужны храбрые и надежные люди. Я лидер группы монолитов в Припяти. И зовут меня Барлонда. Может слышал? Меня зовут Клим. Насчет тебя? Не слышал. Сталкеры говорили, что вроде бы киборг здесь за главного. Киборга уже нет давно. Исчез при загадочных обстоятельствах. Считай, что я эту корону получил в качестве наследства. Ну с чем тебя тогда и поздравляю? А с чем связана ваша лояльность к забредшим сюда сталкерам? Вроде как вы никого не признаете, кроме членов своей группировки. Связано это с тем, что сейчас в группировке имеются кое-какие трудности, а помощь и нам порой бывает необходимо. Но не думай, что вот так запросто можно прийти сюда. И мы согласимся сотрудничать. Этого никогда не было и не будет. Так что ты, можно сказать, первопроходец в этом деле. И уже я поздравляю тебя. А ты точно уверен, что я первопроходец? Да, других пока еще не было. Странно. А я слыхал, что к вам даже другие группировки примыкали. Не то, чтобы поодиночке какие-то. Ну-ка, ну-ка. Что-то я такого не припомню. Кто такие и откуда? Мне бы тоже хотелось это узнать. Думал, что ты мне расскажешь. Отлично. Да никто левый не приходил. Что ты мне тут впарить пытаешься? Не горячись. Тот был из наемников. Но это все, что я знаю. Может, это было не при тебе? В лидерах я уже два года. До меня, как ты, уже это понял, был киборг. Но при нем мы тогда вообще даже не смотрели в сторону членов других группировок. А если и говорил с ними, то это только наши автоматы. Поэтому о приеме к нам в ряды, да еще и наемников, хоть и бывших, речи быть не могло. А вот здесь, в Припяти, кроме вас еще кто-нибудь есть? Кроме нас, здесь есть лагерь сталкеров в прачечной. Они также согласились на сотрудничество, как и ты. Больше никого. Поверь мне на слово. Сюда ни один чертов тушкан не просочится без нашего ведома. На крышах и высотках засели снайперы. Так что, если ты уже что-то задумал, то зря будешь идти против течения. Тебе не поздоровится. Но это так, предупреждение. Ясно. Значит, в Припяти наемников нет. Ничего сказать не могу. К тебе пока никаких претензий. Но учти, на данный момент ты сотрудничаешь с Монолитом. Считай, что это плата за то, что сейчас живым ходишь. Что сразу тебя не пристрелили, как только ты в Припяти объявился. Я так и знал, что ты это скажешь. Уже привык, что здесь в зоне все баш на баш всегда. Это не баш на баш. Ты работаешь на группировку и точка. Вот мне интересно. А в связи с чем, Барлонда, твоя группировка ведет борьбу за зону. Здесь делать по большему счету и нечего. Мертвый город и полуразрушенная взрывом годами станция. Здесь ты ошибаешься. Это уже наш дом. Отсюда нет пути назад. Да и не думай, что кто-то жалеет, что здесь оказался. Это судьба, которую мы выбрали сами. Человек сам кузнец своего счастья. Только не каждый умеет это счастье ковать. Ты, случайно, преподаватель философии уж очень на него смахиваешь своими речами. Нет, не угадал. А ты чем занимался до прихода сюда? Самое интересное, что род моей прежней деятельности практически не отличается от нынешнего. Я бывший кадровый офицер. Вот, а ты говоришь, что монолит из-за других группировок не берут. Так это не те военные, что сейчас здесь в зоне околачиваются. Я был настоящим военным, служил в рядах украинской армии, был солдатом. А там так, есть приказ, выполняй. А родина тебя не забудет. А чё службу оставил? Ох, его. Так сколько можно? После срочной службы в армии вступил в ряды и французского региона. Начал карьеру боевого офицера в песках Сахары. Всё так хотелось денег заработать. Там оттрубил три года. После возвращения на родину погулял с полгодика. Потом стал скучать по боевому братству. Зацепил это меня не на шутку. Тут как раз в армию на контракт набирали. Снова забрился. Служил в Виннице. Затем на границе с Польшей. Всё это неплохо. Но неинтересно. Муштра, постоянные ПХД. Ходьба с троем. Нет никакой романтики. А тут как раз заваруха в Приднестровье. Ну я в первых рядах туда и записался. Правда наш батальон был в качестве миротворцев. Но это уже что-то. Хотя бы пули свистят. Анимат командира части. Когда увидит бычок в курилке на полу. Конфликт закончился. Я вернулся в свою часть. Опять кукотища началась. Так и служил. Вроде успокоился. Да и романтика уже стала как-то проходить. Встал в очередь на квартиру. Женился. Родился сын. Ну вот так и жили. Пока не пришло известие, что дают квартиру в Иванкове. Что недалеко от Чернобыля. Я конечно в восторг не пришел. Но хоть что-то получить от нашего государства. Это прогресс своего рода. Переехали туда. Меня перевели в местную военную часть. С повышением. Часть по своей сути носила охранный характер. Солдаты занимались охраной грузов. Которые ученые перевозили то на станцию, то обратно. Родина еще та. Но хоть какое-то движение. Как-то раз необходимо было доставить на станцию дорогостоящие оборудования. Заказчик попросил отнестись к этому очень ответственно. Ответственно. Так как стоимость его зашкаливала. Да и нельзя было допустить форс-мажора. Поэтому было решено, что я беру эту доставку под личный контроль. И сам приму участие в ее сопровождении. Так и поступили. А мне интересно было. Не знамо как. Первый раз в таком месте. Я даже взял фотоаппарат с собой. Приехали, разгрузили. Все нормально. Я там устроил своего рода фотосессию. Вернусь обратно. Впечатлений было море. А однажды гуляли с семьей по улицам Иванкова. В сквере на скамеечке отдыхали. Ели мороженое. Пили лимонад. Короче говоря. Приятное времяпровождение. Подсел напротив нашей скамейки какой-то с виду чудак. Но какая-то харизма в нем была. Вот уж я не помню как. Но разговорились. Я человек в этом городе новый. Так что мне тем более знакомые не помешают. Ну и выяснилось. Что он увлекается коллекционированием. На любительском уровне. Всяких побрякушек с Припяти. Станции. В общем с тех мест. Я ему. Их ему привозят люди. Которые любят экстримы. Наведываются туда. Но сам он ни разу не был. Говорил что побаивается. Но я ему рассказал. Что посетил. Недавно станцию. Сделал много фотографий. Он попросил меня ему их показать. Я был не против. Только они у меня были дома. Договорились что он придет к нам в гости на следующий день. Я ему покажу. Пришел в назначенное время. Я человек гостеприимный. Попросил жену соорудить закусочку. Застал бутылочку. Эх хорошо она тогда пошла. А вот странности начались когда он начал фотографии рассматривать. Но тогда я ему этому значение не придал. Рассматривал очень внимательно и долго. Такое ощущение что сам ходил когда-то. Как будто места прежде не узнавал. Смотрел молча. И на мои вопросы не отвечал. На одной фотографии он остановился и попросил подарить ее ему. А что на ней было? Отлично вообще. Да ничего особенного. Ржавая телефонная будка возле стены с какими-то рисунками. Ну как обычно все подворотни разрисовывают. Я ему предлагал намного более интересные фотографии. Но он почему-то попросил именно эту. Конечно же у меня возник интерес. Что в ней такого особенного. Я предложил ему подарить. Если он скажет что его там так привлекло. Вначале он не хотел говорить. Но потом сказал следующее. На фотографии еле заметно с первого взгляда нарисован символ энергии атома. Ну как в учебниках по химии в школе. Ну и что такого я спустил у него. Он продолжил. Уже на протяжении нескольких лет каждую ночь ему снится сон. Он короткий. Но каждую ночь в полной темноте возникает этот самый атом. Во вращении. И голос постоянно произносит две фразы. Иди ко мне. Я вижу твое желание. На этом сон и заканчивается. Он не знал что это означает. Но каким-то образом он связывал этот сон со станцией. Я отдал ему фотографию. Потом его видел еще пару раз. Затем видеться перестали. Прошло где-то с полгода. Я живу своей жизнью. В общем все как у всех. Но вот однажды мне присылся тот же самый сон. С чего вдруг? Вспомнил про того чудака. Ну думаю мозг видать перетряхивает старые воспоминания. А дальше еще интереснее. Следующий день этот сон повторился. Потом опять и опять. Вот это был поворот. Я начал разыскивать этого коллекционера чернобыльского барахла. Но самого его не нашел. Соседи говорили что он куда-то уехал. И больше его не видели. Единственное что он попросил передать. Если кто-то вдруг упомянет про фотографию. То передайте ему. Она лежит за почтовым ящиком. Ее первого хозяина. Кто надо поймет. Я мигом домой в ящике ничего. Вот за ним. Потерял. За ним и вправду была та самая фотография с надписью на обратной стороне. Всего 5 слов. Я разгадал эту загадку. Саркофаг. Мигом залетел домой. Посмотрел все фотографии под лупой. Но ничего интересного там не обнаружил. Следующая поездка по сопровождению груза на станцию. Само собой оказалась под моим наблюдением. Прибыв туда я принял самое активное участие при разгрузке оборудования. Солдаты были несколько удивлены таким моим поведением. А у меня цель одна. Попасть на станцию любым путем. Ну и попал. Так как я был в офицерском звании. То ученые разрешили мне маленько осмотреться. Только попросили дать фотоаппарат. Получу на выходе. Дали комбет соответствующей защиты. Попросили не пропадать. Использовать зрение. Но вот тут видать судьба решила мне помочь. Пока они от оборудования передвигали. Умудрились его уронить. Начался матоха. Так как они испугались. Что оно будет повреждено. И не сможет работать по своему назначению. Я решил воспользоваться. Возникшую неразберихой. Только. Зачем. Что я хотел найти. Иголку в стоге сена. С такими вопросами я нырнул в дверной по району. И отчелся в коридоре. В котором слева и справа. Были двери с кодовыми замками. Все были заперты. Я пришел в этот коридор. Оказался в новом. Он уходил направо и был такой же длинный. И все с теми же дверями. Мне становилось жарковато в этом костюме. Стекла стали запотевать. Дальше идти уже не хотелось. Как вдруг мне показалось. Что в конце коридора стоит какая-то фигура. Вроде человеческая. Я пошел к ней. Но фигура не приближалась. Сколько я так шел не знаю. Может 20 секунд. Может и год. Затем я увидел яркую вспышку. И начал падать. Я подумал что сейчас разобьется. Но я падал и падал. И все никак не мог упасть. А свет все так же продолжал меня ослеплять. Как долго это продолжалось я не знаю. Далее. Я лежу на полу в какой-то комнате. Рядом два человека. Они стояли и молча за мной наблюдали. Когда я пошевелился. То они подошли и стали стаскивать меня комбинезон. Я пытался возразить что-то. Но язык меня не слушался. Это было бесполезное усилие. Кроме мычания. Я не мог выдавить из себя ничего. Они подняли меня с пола. Положили на стол каталку. И куда-то повезли. Где я думал в больнице. Пока меня везли. Один из них сказал другому. В поле монолита к нам. По воле монолита к нам прибыл еще один. Отмеченный зоной. Это прозвучало как полный бред. Короче говоря. Когда я очнулся. Смог двигаться. Думать и говорить. То мне сообщили. Что я провалялся в беспамятстве. Более трех дней. На мой вопрос. Где я все-таки нахожусь. Получал ответ. Что в Припяти. В кинотеатре Прометей. А люди вокруг меня. Это. Как они в начале представились. Работники станции. Из научного подразделения Монолит. Так они и сказали. Чтобы я в начале привык к обстановке. Старшего научного сотрудника. Звали Харон. Его правой рукой был Кибор. Меня еще удивило. Почему только какие-то клички. Они ни разу друг друга по имени не называли. Так прошло около месяца. Постепенно меня ввели в курс дела. Насчет всех особенностей зоны. И отчуждения. Сообщили. Что жизнь здесь кипит не меньше. Чем за периметром. Есть и живности. Люди. Называющие себя сталкером. Что многие. Многие из них. Объединившись по интересам. Стали группировками. А нашей целью была защита Монолита. Я этот Монолит в глаза не видел. Это никогда. Но видимо было в нем что-то такое таинственное. Что не тянуло ни домой. Ни к семье. Наверное я сейчас считаюсь пропавшим без вести. Так и пошла моя жизнь. Мне был привычен их военизированный быт. Так что я быстро освоился и стал своим. Потому что этих хорон действительно был. Был да. Так что же такое Монолит. Я не знаю. Его видел всего лишь один человек. Стрелок Меченый. Он самый. Но скорее всего это было последнее что он видел. А так кто знает. Ладно хватит для вас это защитить. У нас есть нетребующая отлагательства дела. Айн момент. А тот чудак из твоего города. Ты не нашел его? Никаких его средов. Самое интересное что он тоже попал в Монолит. Но я не застал его. Незадолго до моего прихода он был убит неверными. А звали его проповедник. Так как на то время он стал первым в наших рядах. С кем договорил Монолит. Так что вот тебе и судьба. А теперь главное. Я знаю кто мог совершить нападение на вас. И ты должен потихоньку ликвидировать своего обидчика. Отлично вообще. Я не закрутил. Ну и кто же этот гад? Да так. Один забредший сталкирок. Впрочем. Я все узнал еще до твоего прихода. Но хотел так сказать испытать тебя. Не совсем хорошо поступил. Но не мне судить. Ты поручаешь мне устранение этого забредшего? Отлично. Именно так. После выполнения жду тебя здесь. Ну это походу этот. Это походу Геваров. Да я то что думаю. Хотелось будет этого лупануть. Жора я короче понял пока ты уже это читал. Каждому такой страницу да там полотно текста. Я вот настряю ты короче книги тоже читаешь. Ты знаешь так как ты взял. Углянул сколько текста. Не ну тут реально диалоги бодринная. Ну так нормально так еще должно быть. Одно шли двинул. Монол считан больше на сюжет чем на... На чтение я бы сказал бы. Ну да. Ну а как еще сюжет вы сказали? Жора я не знаю. Вообще куда мы направляемся? Через всю Припять опять. А продать нечего. А слушай может ему что продать можно? Хотя зачем? У меня просто как всегда Жора. Ну понятно понятно Жора. Как обычно. Ну вы с ним я так понял не обсудили тему по которой ты сидишь. Ну история интересная. Да он сказал иди выполнять задание. История интересная. Согласитесь. Ну да. Я не отрицаю. То есть он. Как он попал именно к монолиту. Довольно забавно получился. Отмеченный зоной. Понялся. Пока достанет его убьют. Короче этого кента. На картонах пацаны сидят. Вот два варианта. Куда идти? К сноркам? Лучше к людям по-моему. Ну тут зомбаки. Тут не люди. Это зомбаки не те которые как. Уродство. Понимаешь. У оригинальной стадии. Да ты знаешь как сказать. Как сказать. Там тоже. Да. Нифига чувак. Там они поднимались сразу два. Ты помнишь. Нет. Были особые зомбаки. Жора. Я тебе говорю про именно тех. Там были такие почти все. А у тех которые на Янтаре. То другой вопрос. Но тех было меньше. Они не сильно доставляют. Ого. То есть события происходят уже после стрелка. Ну получается да. Об этом отдельно. Бог нам не говорил. Бог нам не говорил. Тайничков нету. Ну вернее как. Я так понимаю только в укромных местах есть тайнички. Ну явно что не после этой дороги. Тонные оружия по кругу были. Да нет. Ты же не в том дело. Я тебе просто за тайники как таковые. Их все надо искать. Вот например в церкви было два тайника. Это неожиданно конечно что тайники должны искать. Да слушай ты прав. Откуда он вышел интересно. Ну ладно попробуем с этого оружия. Вот так. Ну ладно. Так. Так. В прачечной вот Получается ха-ха, прикинь, замочек тут, личный ящик В прачечной, мы же там уже были А кто здесь сталкеры, да, в прачечной? Да, точно Ого, ты лакеришь, смотри, сколько их тут В последнее время чешется все чаще Все, короче, в одинаковом шматье Все одинаково Спасем мир от расползающейся заразы зоны Так, ну, похоже, мне к ним не надо Надо как-то обойти на задний двор Если бы еще аномалии показывали приборы То вообще бы им бы цены не было Вероятно, это какой-то предводитель, наверное, сталкеров Привет, брат Привет, брат Янове ПДА Помнишь, я тебе рассказывал? Было дело, но сейчас возникла серьезная проблема А, кстати Мы нашли ПДА Давно нашли ПДА Нет, это не связанная вещь Расшифровать, то есть Да, но не на Янове было найдено Но сейчас возникла серьезная проблема Добравшись до Припяти Я попал к фанатикам Они предложили сотрудничество в обмен на жизнь После этого по пути на основную базу на группе атаковали Это твоих рук дело? Привет, Стас Амагаг 0 Если как-то так Это твоих рук дело? Клим, да мне... Откуда было знать, что ты с ним скорешишься? Я тебя искать пошел Но встретил наших разведчиков Которые сообщили, что эта группа как-то очень удачно Выбрала место своего патрулирования Путь наиболее скрытого похода в центр Припяти Поэтому я и предложил их подорвать Чтобы отвлечь монолит И хотя бы на время обезопасить проход Ладно Рассказывай, что там с хозяином ПДА Кто он? Я тебе позже все расскажу Не хочу спутнить удачу Сперва надо проверить кое-что Отлично Ладно, потом так потом Ну пока так пока Но скажу тебе честно Твоя затея с подрывом патруля оказалась очень хреновой Барлон-то каким-то образом вычислил инициатора И теперь ты цель номер один для их лидера Так что давай так Тебе пока нужно заречь на дно Я тем временем сам попытаюсь Встречать от тебя внимание Сказав, что ты убит Ибо задание по твоему уничтожению Было поручено именно мне Что случилось, то случилось Я знаю местечко, которое фанатики не контролируют Потом свяжемся Я даже рад, что не один теперь в поисках Удачи, Клим, бывай Классно Через полгорода шли, чтобы Ну жесть Привет Кстати, в этой части Прачечной я еще никогда не был Даже в оригинальной игре Ну, не знаю Может быть, но я никогда там не был Сам рассказывает сам себе В общем, Вася я Надо было дослушать Не знаю Ну да Можешь телевизор посмотреть? А, можно только не включать Ну да Отличная шутка Мне надо медальку Петросяна подарить Куча всякого Мусора В сумке у меня Наверное, винторез продать надо Что скажешь Нафигом не надо В здании парочка Маптов Мапты не очень сильные Как бы Это Зомбаки Минус один Минус два В здании я заходить не хочу Я смысла не вижу это делать Можно Какие-то два значка Какие значка Внизу Да Радиация Это понятно А второе Перегружен я Ну, как перегружен У меня там Я взял же Пару винтовок Да про винторез я так понимаю Ну, может быть Я не знаю У меня были такие мысли Но По поводу винтореза Но я не знаю Я его не продал Пока еще Вот он Но патроны закончились Я же когда его нашел Мы пошли К Чуваку Которого зовут Пару винтовок Чтобы Дать задание Вот В итоге Мы отдали задание И сразу же Я сказал Окей Хорошо На рассвете Переедем Я нажал продолжить И меня перекинуло В Припять И все Я не Скинуть Лут не успел И ничего такого Сделать Тоже не успел Патроны Ну Может быть Будет Здесь Где купить Патроны В другом Прикол У монолитовцев Нету Оружейника Нет магазина Так Тут Где-то Второй Еще Прячется Второй Снорк Или Прятался Вот Опять Целая Куча Тут Зомбаков Одни Зомбаки В карте Двое Не люблю Подземелья Люблю Ходить По поверхности Прямо Двое Прямо Пустая база, конечно Барлонда, ну поговорим Слава Монолиту, да пребудет с тобой стила Барлонда, с тебя Магарыч, все, твоего обидчика больше нет Ну вот и славно, хоть на что-то ты способен Но это только начало Начало, когда будет отдача от моей помощи вам Как только так сразу Мне особо не возникает, вопросов много, не задавай А теперь слушай, мне нужен важный документ Ну, классно Он спрятан в КБО юбилейный, здесь неподалеку Трудности принести его не составит А что и сами не заберете Вроде ничего сложного и серьезного Серьезные поручения Доверять тебе пока не могу Смотри, я ведь могу и передумать Если будешь дальше умничать Еще одно скучное задание Забрать необходимую документацию в КБО Странный парень, но я не думаю, что здесь скучное задание Потому что тут достаточно жестко будет сейчас Это все-таки Ну да, еще и патронов таких надо взять Ремонтников нету Наверное, все Отлично, отлично, отекабы у юбилей Блин, перегруз Ладно, наверное, придется выкинуть эти пушки В общем, жора ремонтников у них тут нету В принципе, ничего у них больше нету тут Кроме торговца, он же и лидер этого группировки Или там зам лидера Это я вижу, успел Ребятки, в общем, да Тут у нас товарищ нам Подсказал, что не нужно вы продавать винторез Ну я и не продал его Но опять же, что надо улучшить как-то Но улучшить невозможно, потому что тут никто не улучшает Нет, нельзя Ну я тоже так думаю Либо может мы встретим еще в коме Может быть, может быть и так Ну смотри, пули по наклонной падают Да, потому что эта пушка не улучшена Я тебе сразу говорю Нет, она не потому что нужно Как положено Нормально, да Не знаю, честно Мы сейчас идем Тут, наверное, наемники будут В общем-то Как я так иду Ну мне так кажется 13 всего Ага, мюнчок Где теперь его искать? Жара, телефон Второй кровосос Мы его попробуем Он, кстати, не согрелся Это очень радует Кровососы какие-то странные По кругу бегают Кровосиси И пропал Кровосиси Похоже он ко мне бежит сейчас Ладно Кровосиси Кровосососы Патроны бесконечные И в перезарядке оружие не нуждается Четыре осталось Трое Я не знаю куда нам ехать Ехать ли вообще куда-то Честно в кого они не стреляют Ну вот ты Хрен Так я думаю что надо идти наверх Броник поломали Куча всякого взял Ненужного Хлама Так ну что кровосиси Что кровосиси я замочил кровосиси одного У меня на карте отмечен что есть еще один противник Но Ну вернее не противник а Существо Вот мне интересно что здесь дальше будет Надо ли куда-то идти тут сюда Или не надо То есть ну вопрос Лифт Мы идем в КБО вообще А что мы здесь делаем куда-то Что здесь делаем Что здесь делаем Надо же подняться наверх Чтоб на лифте спуститься вниз Забыл Тут же были монолитовцы изначально по сюжету Ну наемники и монолитовцы По ходу дела ни одних ни других нету Вот Метки на карте нету Идти непонятно куда вообще Ну то есть Ну то есть Кровосиси Ну а ты КБО сейчас да? Ну я сейчас в КБО Но я так понимаю что Чтоб спуститься вниз нам нужно запустить генератор Типа обесточенный Может ли на нем нужно подняться наверх? Да нет наоборот Тут Тут мне кажется так Нужно пойти Наверху электры Мы это Сейчас наверх подняться Ооо Закрыто Отлично Значит на лифте Нет на лифте мы не можем Вот Вот эта лестница На лифте мы не можем Но нам нужно его Как бы включить Все электры находятся сверху Я так понимаю что тут один недобитый зомбак Есть Сейчас мы тут пройдемся И спустимся вниз А главное чтоб Не обосраться Потому что Мы всегда так блин Один ходишь Ты лазишь Лазишь Ищешь одного кента А тут выпадает целая группировка на тебя И все Ну точно Да Жора точно Вообще класс Какой-то факап ей богу Наверное Дальняя Дальняя лестница Прям загадка Ладно Пойдем наверх На крышу Если здесь выход сохранили А вот кстати генератор Вот он да Ага Смотрите что мне было сказано Пойдешь в КБО заберешь документ Но ты не нашел Естественно Документ я не нашел Потому что я не знаю где он лежит Ну Пайл по столам там Я уже пошукал Для начала мы сейчас посмотрим Вот эту тему Есть ли что-то тут или нет Потому что в оригинальной игре Ну я так понимаю ничего здесь нету В оригинальной игре здесь достаточно хорошие артефакты попадаются много Лифт обесточен Мы не можем сюда пойти Включить его Этот двигатель Да В оригинале Нужно было с Андреем Ну Вот да На этот блок Не важно Ладно Какая разница В общем придется исследовать каждую комнату Сейчас Еще минут 25-30 есть Как раз вот по исследуем каждую комнату здесь Тут я так понимаю решетка Кот наелся бумаги и хочет наверное гулять Это аномалии вверху Так проверяй каждую комнату Жора я уже тут все проверил Конечно На этом этаже точно Я единственное что не смотрел первый этаж Как-то мне Что-то ссыкотно было Облазать Если честно Мне кажется будет все так Я сейчас буду обшаривать тут каждый угол Найду документы Возьму документы И сразу вывалится толпа мобов И меня будет лупашить Со всех сторон А я думаю нет Нет Ты думаешь я найду документы и все Да А там все кончится Я так не думаю Не знаю Нет такой в этом уверенности Кстати интересно как попасть вот на эту территорию вот сюда вот А Потому что лестницы все сломаны И проход закрыт Ну то есть А еще там горит свет Это может означать что там не знаю кто горит Ну да да У меня такие тоже мысли были Вот красавчик который по ходу дела Последний оставался Больше мобов нету Ну попробуем Через второй этаж Ну сейчас каждую комнату обшарим И пройдемся через второй этаж Может тут Ага тут я уже вижу все В чем интересно булькает В невидимом Каким то этим Си Это я вижу Все Смотри Все Походу у меня сейчас бахнут В общем он идет сам Ааа я не понял Что это было Тут какой то Опа на Тихо не надо дергаться Давай без лишних движений скотина Ты живучим оказался Клади оружие Отходи в сторону Отдавай мне то что сейчас нашел Шайба Вот так встреча А я то всегда гадал Куда ж ты запропастился ублюдок Может пошел за деталькой какой в пригород Да на то шканов нарвался Удачно отбился Все норовишь подколоть меня А зря Сейчас ведь ты у меня на мушке А не наоборот Убить меня хочешь из этих бумажек Как это наймы сделали с бароном Все таки зря ты в тот раз не сделал контрольный выстрел Кто такой шайба не помню А шайба это чувак который меня отправил к наемникам Это ремонтник С первой локации Красава А ты похоже до сих пор так и не въехал Да это не просто бумажки Это история возникновения развития жизни зоны Эти документы и бесценны За них многие головы сложили А насчет контрольного Еще не поздно все исправить Знаешь А я ведь догадался кто ты И что на наемников работаешь Этому и есть неоспоримые доказательства Была получена информация о том Как ты рассказал наемникам Что ликвидировал сталкера С важной информацией И передал им ПДА Который я прицеп дешифровать Для меня Оба нах Кто это был Поговорит с Геварой Он по ходу дела стрельнул его О Какой улов У меня проблемка есть У меня поломан костюм Ничего страшного Она с Геварой следит сильно Да Не так уж сильно она поломана В общем я не успел дочитать Когда я нажал Но все пропало Блин трое Я так понял Что мы сейчас с боем Пробиваться будем Тоже ничего нету Настоящий сталкер Никогда не забывает Достать детектор Даже если он идет Посреди Четверо 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 Ну там тоже на карте не отображаются Геварая Я рад тебя видеть Но еще больше рад видеть тебя живым И невредимым А еще больше рад что смогу Видеть тебя сам И не с небес Да Клим Свои заключения набирают оборот Тут Дело начинает пахнуть керосином Ух ну и дела А что с тобой приключилось Куда ты пропал Рассказывай скорее Когда мы с тобой пришли на место То я попросил Я попросил тебя прикрывать меня На всякий случай От возможных проблем А хотел я проверить работу Одной штуковины Точнее аномального искажения Ты мне как раз и нужен был Для прикрытия Так как я точно знаю О попытке помешать Разгадке этой истории С той группой Но когда я попал в аномалию То отчетился в прошлом Звучит как то чудно Но это так А что ты увидел Почему решил что это прошлое Я уже туда попал в Припять С помощью этой же штуковины Но ничего подобного не увидел Я видел как мы с тобой стояли Разговаривали возле временного здания КГБ До того как пошли внутрь Обшаривать тайники Знаешь ощущение было Какое то странное Не из самых приятных Интересно Прямо по написанному Все рассказываешь В каком смысле Да в прямом смотри Показывает найденные в КБУ документы Ничего себе А далее было так Я вернулся в реальность Но только оказался Не в Чернобыле один А в Припяти Представляешь Что это за штуковина такая Это оказался телепорт От неожиданности Я малость расстроился Но раз Припять Значит Припять Что ж поделаешь А я и смотрю Что пока с наймами разбирался Ты куда то испарился В прямом смысле слова В Припяти одному опасно Поэтому решил поискать кого нибудь Только На что я надеялся Не знаю Все таки здесь верховодит монолит Но думаю может еще Какие то одиночки забрели Выдвинулся Шел не торопясь Осматривая окрестности Тут случайно увидел Одного сталкера Обрадовался Но рисковать не стал Кто знает что за фрукт И чего здесь творится в Припяти Решил понаблюдать за ним Достал бинокль Увидел знакомое лицо Нашего техника из лагеря В Чернобыле один Он шел в КБО юбилейный Однако Перед входом туда Он остановился Достал оружие Направил его на вход в здание Словно кого то поджидая Вижу и вправду Из-за двери вышел еще один сталкер Вначале я подумал Что охотники за хабаром Чего то не поделили Но уже на этот ваш разговор Я смотрел через оптику Своего вертого винтореза Пригодился Ё-моё Ба знакомые все лица Перед техником стоял ты Видать чутье Меня не подвело Когда я принял Решение Последовать за ним Так как миром Вы бы не разошлись Я в твоем случае Без шансов В твоем Гевара я тебе безмерно Благодарен Если б не ты Мдак Который раз уже сталкер Из Чернобыле один Спасает мою жизнь Я никогда с вами Не расплачусь Ладно Не перехвали Ты тоже молодцом держался Гевара я кое-что Выяснил Про этого шайбу Это он в меня стрелял Тогда ночью Заменив ловушку Да я знаю Он же и доложил Тогда в бункере наймов О твоей ликвидации Так кем же был Тогда этот техник Жаль что теперь Не узнаем А не надо жалеть Шайба Обычный перекупчик информации В заброшенных Лабораториях Экспериментах И проекте его сознания Где же ее тогда берут А думаешь Мало ли еще Осталось на руках У тех Кто когда-то здесь Работал непосредственно Над проектами В лабораториях Или имели косвенное Отношение к ним А после катастрофы Уехал за пределы зоны Полным Полно У всего населения Не будет столько денег Чтобы всю ее выкупить Ведь она по сути Уже бесценна Так зачем Так чем же она бесценна Что в ней такого Ведь сколько времени Прошло и она уже Морально устарела Да не тут то было Тогда в селе Велись работы По разным направлениям Но многое было Невозможно сделать Из-за отсутствия технологий Проще говоря Не было На то время Таких мощностей Соответствующего оборудования Чтобы провести Довольно сложные Эксперименты Поэтому Все невыполнимые Этапы проектов Документировались И откладывались До лучших времен Конечно Работы никогда не останавливались Но не имели Такого масштаба И вот время Подошло Технологии Технологии Теперь позволяют Все это Довести до ума Поэтому и началась Вся эта движуха По заполучению Этих уникальных документов А я тут даже И не подозревал Только наличие этой информации Для одних смертных Для других Нажива Но с наживой И так все понятно Купил продал Стридорого Если не больше А вот для других Тех, что по прежнему Работают над проектом И держат под контролем Центр зоны и группировку Монолит Она представляет Смертельную угрозу Поэтому они стремятся Заполучить свои руки И сократить число Посвященных в эти дела Поэтому так называемые Перекупщики Или информаторы Скупают информацию У одних Что продать другим Перекупщики обычно Не в курсе Истинной ценности Правда они и живут Недолго Либо перегрызают друг другу Глотки Либо их уничтожает Монолит Как ненужных свидетелей Искать кого-либо из тех Кто занимается продажей информации Нет смысла Это ты уже и сам понял Насчет уничтожения Сталкеров Монолитом тут Гевара Теперь все по-другому Фанатики сотрудничают Почти со всеми сталкерами И теперь есть польза От этого Какая польза им нужна Будет понятно Когда они выведают У тебя то, что им нужно А далее убьют Так что будь с ними осторожнее Может ты и прав Но я разговаривал С их лидером Барлондой Все у них Не так запущено Как многим Трактуется Блин Он оказывается Бывший военный Служил всю свою жизнь Своему отечеству Да видно Что тебя уже обработали Хорошо Не защищай их Не споришь Что когда-то это были Обычные люди Но вот теперь Даже не знаю что сказать Ну поживем увидим Я могу поздравить тебя С счастливым спасением Клим Степаныч какой-то Клим Мне придется пока сесть В укромном месте Здесь В Припяти Я останусь в этой школе Все-таки я сюда явился Без приглашения С их стороны Поэтому будут стрелять на поражение Так что пока так Значит мы выполнили Счастливое спасение Нам нужно встретить Степаныч с группой Какие-то старые знакомые Продать ему нечего Как обычно Можно в интернете продать Но мы патронов купили Давай посмотрим что на ПДА Нет в смысле ПДА который ты получил Посмотрим Посмотрим сейчас Клим Мы все же решили Рискнуть Я с небольшой группой Пришел в Припять Правда не по своей воле Поторопись нам нужна твоя помощь Что такое Степаныч Хрен его знает Что на ПДА было так Первый ПДА оборона Ну вот очередной день прошел Удачно Сейчас встречусь с очередными Заинтересованными лицами Получу свое бабло И наконец-то смогу Смело отдохнуть Уеду домой Заживу хорошо Ну а что сейчас мне Отвалят столько бабла Что можно больше не работать Но это была моя последняя ходка Все таки наследил я здесь порядком Сейчас очень пристальное внимание Ко мне за стороны наемников Поэтому надо завязывать с этим А то можно поплатиться Очень крупно за мои знания Как бы чего не выкинули В этот раз Но риск дело благородное Эх где ты мой дом милый дом Жаль что не вернуться больше в дом Где я родился Припять А ведь помню как процветал мой город Все строилось Люди приезжали Женились Появлялись дети Жили не тужили Помню я все это Это светлые вспоминания Но были у Припяти и свои загадки По правде говоря Мне всегда хотелось узнать Куда же ведет лифт На нулевой этаж КБО юбилейная Это для меня загадка до сих пор А так хотелось узнать Что же там такое скрывают Ученые Да именно ученые По слухам там располагалась Какая-то лаборатория А ученые занимались Ее обслуживанием И никого Никогда туда не пускали Позже уже узнал что лаборатория была не одна Все под землей И имели обозначение Икс Ладно вот и Подходят заказчики Сейчас будет новый виток Моего жизненного цикла Походу ПДА Хазара Так это уже было у нас ПДА шайбы Запись ПДА Приходи сегодня в 22 к нашему месту Встретишься с Махоном И передашь ему все Ну походу дело сегодня Ну может сегодня Ладно А второй куда что А там было Там мы Наш ПДА Ну два Ну встретиться с Махоном Ну по времени там В общем тут где-то гуляет кровосос один Нам сохраниться бы конечно У нас не показывает сколько всего подрона Он показывает только сколько сейчас в обоиме Да они пока нет Нету отметки Ой-ой-ой Похоже на то что кто-то меня тут С какой стороны он ждет Да Ооо Так А ну как думаешь сперю выжить? Спел Красаваааааааааааааааааааааааа Двое на карте отметили Я очень не люблю в сталкере детские садики Ну потому что они какие-то галимые, стрёмные Ну а точно детские садики Да хер там Мистика сплошная Ну так а у нас что не мистические детские садики будут Я помню короче Вот эти знаешь в детских садиках рисунки Которые ну там в этих вот Ну как эти штуки назывались Навесы, понял да? Ну да, ну веранды Вот эти рисунки и они такие короче стрёмные В наших садиках Особенно ночью если заходят Особенно когда я тут это рисовывал еще У меня ж тут под боком есть садик Который постоянно там Малышню или не на малышню Ошкольниками курить Красава Там можно ходить и сталкивать просто Болты прокидывать Плохо, что лестница не функционирует Ну по ходу дела во всем бывшем союзе вот такие кварталы Кварталы? Кварталы Кварталы, ну да Так она все тогда под этой подъезда Вот такие эти у нас можно найти Подъезды, да Красавчик, нужна ваша помощь И стоят, короче Как на ладони А кто такой Степаныч интересно А это Это походу Ага, точно Слушай Клип, дружище, рад тебя видеть Ну конечно ты пришел Уже заждаюсь тебя Места здесь все таки опасны Думали не случилось ли что с тобой Всякая в голову полиция Наверное доставка колбасы Степаныч, как я рад что вы наконец-то решили сюда прийти А места здесь тихие Если местному населению с расспросами не лезть Ладно, полюбезничали и хватит Это не лучшее время и место для разговоров Лучше отведи нас в более безопасное место Класс Пойдем в заброшенную школу Здесь недалеко Там нас поджидает наш общий знакомый Гевара Да, он самый Не спрашивай откуда он взялся здесь Захочет, сам расскажет О, отлично, класс Узнаться о случившемся В Чернобыле один Да нету Ну вот мы и на месте Что же у вас там произошло, Степаныч? Клим, после того, как ты ушел в Припять Чернобыль один был атакован мутантами Да таким количеством Мы думали, что попросту обычный гон Такое явление периодически происходит И мы всегда успешно справлялись с ним А тут как повалило, повалило Попытки отбиться на этот раз оказались неудачными Много наших полегло Было принято решение покинуть лагерь Только вот мнения разошлись Больше сейчас почему-то решила уйти к окраинам Посчитав, что так будет безопаснее Конечно, безопаснее Наша группа, если можно так это назвать Решила двигать сюда Мы решили рискнуть И, похоже, сделали правильно Связь с той группой, идущей к окраинам Была хорошей Затем исчезла Они ушли раньше нас Скорее всего, все погибли Попроверять мы не стали Идти по их стопам Это то же самое, что попасть на пиршество к стервятникам Дойдя до Припяти Мы решили попытаться выйти с тобой на связь И вот удача Ты услышал нас И мы теперь здесь Хотя, судя по всему, здесь тоже не сахар Но все же лучше, чем быть съеденным этой живностью Да уж, вот еще одним безопасным местом стало меньше Да, тут ничего не попишешь Ну да Вся торговля под откос пошла Теперь быстро бизнес не поднимешь Но это уже мои проблемы Степаныч, а представь себе, что я повстречал здесь Скифа и его убил Да ну тебя, Клим Ты так давай не шути Или ты вправду Да, это правда По сценарию его уже нет Но сценарий для Барлонды Главы Монолита Сейчас Скиф залег так глубоко, что ни один рыбак такой рыбу не выводит Еще здесь был Шайба Помнишь, что черт с Чернобыль-1, который делал вид, что в технике разный копался А на самом деле он секреты разные выискивал Но теперь про него свойственно говорить В прошедшем времени Работал он на всех подряд, кто платит А конкурентов уничтожал Если бы не Гевара, то мы сейчас бы не разоговаривали А так, за это время удалось кое-что прояснить Все-таки в нашем расследовании мы двигаемся в правильном направлении Ладно, сейчас я ухожу на назначенную встречу Вы здесь персона Нон Гарата Так что последуйте примеру Гевара и Скифа Удачного вам глубоководного погружения Значит, новое задание Сделка с фанатиками Шайби назначили встречу в 22.00 И туда нам нужно пойти И мы закончили задание по Скифа Не Скифа, этого Бармена Интересно Да, я тебе два батона продам Ну отлично, тема вообще Я думаю, что он сейчас И денег у него, походу, дело много Немеренно у него денег, Жора Оставь меня в покое, и без тебя проблем хватает Чувак, ты уже Вылетай в окно, и не умирай Да, Жора, при чем здесь А потом, ты че, что у меня костюм поломан Костюм поломан, но у меня не за этого Он из-за этого тоже у меня ломался По крайней мере, в этих часах ломался Ну, это в УГСЕ он ломался, ты не сравнивай Не, Жорик, в УГСЕ В общем, тут еще все равно кто-то есть Или тушканы, или зомбаки, или Чего хуже, кровососы Кровосиси Кровосиси Детектор показывает Не детектор, а Не знаю, какой-то Деталь нашего Ну вот, да На максимум сейчас стояла Ну, я думаю, что это что-то типа Снорка, потому что Появляется и пропадает В округе 5 целей Похоже на то, что Зомбаки В магазинчике еще есть Я думаю, мы сильно агрить не очень хочется, конечно Но, наверное, уберем их Мне лучше убрать, чем Потом с ними стреляться Ох ты еще Оружие у мобов неинтересное Брать особо нечего Так, у нас похоже на то, что Встреча находится Да не хочу лутать, Джора Ну что, калаши, блин У зомбаков нет нормального оружия Ты что, забыл? Ну, блин, чувак Самое главное Это же не лутать На процесс лута И забивания Мне неинтересно лутать, Джора Ух ты Тут 8, короче, в округе 11, а, 13 Это похоже на то, что Ох ты Прикинь Зов монолита Следить за сделкой Я так понимаю, что Незаметно проследить за лидером группы Блин, а где этот лидер? Да вон, впереди Но ребятки стоят Я понимаю, но что мне теперь делать с ними? Ну, наблюдай за ними, Джора Знаешь, что значит проследить? Извините Мне, походу, спуститься надо куда-то Или нет? Нет Я знаю, что нет Ни фига, стрелка в другую сторону указывает А тут лестница, Джора Какая нахер звездочка? Тут звездочки никакого дела вообще нет Смотри, он убегает Вон, видишь? Хорошо, беги за ним Беги, беги, беги Ну да, конечно Ну, понятное дело Так, при чем здесь? Он не наполнен Да, существует 3 килограмма Так какая разница, сколько килограмм? Ну, точно Хоть 50 А, блин Ну, уже поймал Ну, уже поймал Похоже, ему плохо Он вокруг оббежал Это здание, короче Тут кому-то Похоже, он все это здание Похоже, он все это здание Следит незаметно за лидером группы Отлично Еще пропал куда-то, чувак Похоже, все Мне, Джора, починить, задето Меня это больше беспокоит Ну, это вот этот Ничего нету Кроме колбасы Сохраняюсь Нет, Джора Борода Это, походу, глюк какой-то Не сохраняется просто И все Не, не сохранялся Причем Давай хоть посмотрим Что тут надо Сделка за фанатиками Посидит незаметно Та-та-там Ладно Ф5 сохранение Ф7 загрузка, да? Нет Ф9 нет Хорошо, что я в 5 Сейчас не нажал Вот, кстати Я думаю, что он не заметил Первый раз, когда он бежал Так что же делать-то? Ну, сейчас пойдешь Затем Натураль Мне нужно было это проверить У него еще Четыре Хмph Да, неб tad Полбу себе охлопни Как слинить? Ну спускайся Так, нажмем пока на паузу Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот такой мод Я думаю, что мы в конце где-то уже Но как вы узнали, что это именно я вас ищу? Так ты нашему брату Барлонде Все сам рассказал, смеется Вот я дурак А еще у него спрашивал Какой наемник прибился к Монолизу? Так это наемник он и есть Ну, совсем А, не совсем Но группу, которую ты ищешь, это мы Тот, кого ты искал из убежища Сейчас Чернобыль-1 Звать Крюком К тому времени Как вы так успешно заканчивали Разгром базы убежища Крюк уже пришел сюда И доложил обо всем Барлонде Разумеется, Барлонда подготовился к тому Что скоро в Припять придет сталкер Но вот кто это будет, мы не знали Второй это Барлонда Третий это я Как все просто оказывается Мы никогда не были наемниками Говоря простым языком Мы успешные диверсанты Монолита Начиная со дня основания группировки Но годы идут И мы, соответственно, из обычных рядовых стали лидерами Значит, то, что я искал Было в шаге от меня Но как так? Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Не может быть такого Не дерзи Я тебе вообще ничего Не должен рассказывать Но раз ты у цели То не хочется просто так Впускать тебя в расход Выпускать, да Не удостоверив твой интерес К происходящему Все находится под нашим контролем Все группировки Это ширма А заправляет всем наша группа С научными знаниями И нужным оборудованием Поэтому все телодвижения В зоне под нашим контролем И нашим руководством Не нужно тебе было лезть туда, куда не надо Ты помнишь судьбу барона? Ведь это у него Дозабрал ПДА Дал его технику А тот успешно выдал все нам Простым смертным Это знать не положено Поэтому ход моих дальнейших мыслей Должен быть тебе понятен Лихо вы обработали все зоны Мозги людей Даже не знаю, что и возразить Я сам не влюбаюсь А возразить и не надо возражать Хотя я тебе еще кое-что скажу Монолит существует И ты, и многие другие Слышали его зов Тот артефакт, который ты заполучил Перед тем, как попал сюда Это его часть Но за сколько времени Много его частей Называемых артефактами Побывало в руках у сталкеров Но это не преуменьшило его величие Самое интересное Что чем больше людей его щупают Тем он становится могущественнее Энергетика людей В своем совокупности Сильнее ядерной бомбы Наша задача была Эту энергетику обуздать Но теперь мы поняли Это не получится никогда Монолит сам выбирает себе избранных Никто не может покинуть зону без его воли Группировка Монолит Это деятельность его энергии Так почему же ученые Не попали под его влияние А кто-то я сказал Он управляет учеными Тем самым переходя на новые уровни Получения энергии людей Используя передовые человеческие технологии Далеко ходить не надо Даже безобидный на вид ПДА Может использован быть в качестве передающего сигнала его воли Ага, помню Как один сталкер рассказывал мне Что им был найден ПДА В котором было всего лишь одно сообщение Но ради которого он бросил и работу И семью и ринулся в зону Жесть Подождем чутка Ну вот видишь, оказывается Если сопоставить факты То вырисовывается достаточно объемная картина А для тебя у меня сюрприз Тебе необходимо будет сейчас встретиться с одним человеком И это будет твоя последняя встреча Жизнь это очередь за смертью И дурак тот, кто хочет пролезть без очереди И ты, Клим, один из таких Хм Вот вообще все Раньше что это будет Непонятно вообще что Ага, мы вышли походу из бункера Саркофага Под выбросом прямо У нас сейчас походу дело должно накрыть Это глюк, наверное Мы вышли из аркофага Ты же понял Это то место, куда мы входили А это походу скиф Понял, Жора Это не подстроено То есть это нормальный конец такой что Нет, это не нормальный конец Вообще надо было пробел нажать, конечно Я не знаю, чем мы сейчас закончим Так Ну ладно, просто проклацаю просто быстро Жора, я не могу быстро проклацать Потому что начнется выброс Выброс начнется позже Уже Выброс перезать в укрытии На, ну хотя да У меня будет чуть-чуть времени походу дела Выброс, найди укрытие, вон смотри Ну хорошо, хорошо Он, монолитовцы ходят Сейчас меня должен Не, ну хотя в принципе в теории Мы можем сейчас добежать куда-нибудь И есть Тут еще проблемка Монолитовцы рядышком Да, и он не может так поступать С друзьями так не поступают Вот, и так далее, и так далее, и так далее Сейчас мы, в общем-то, подождем чутка Я попробую тебя прикрыть По-моему Расстрел Избежать участи Только проблема Куда бежать, Жора Полившая технология Уничтожить отраттора Отлично Блин, ребята Ну Знаешь, что мы сделаем Мы нажмем F9 И посидим в укрытии Пока выброс закончится В укрытии тех кинтов Потому что без этого Мы реально игру не пройдем То есть мы будем Не будем диалог класать? Мы, да Подождем пока закончится Выброс А, бля А, хотя да Может, кстати, и не быть его В общем, да Мы подождем чуть-чуть Если появится задание Подождать выброс Мы подождем А с чего это мы загрузились? Ну Да Мы загрузились чуть раньше, чем надо Ну, я не знаю Но так В девять не сработало Так Ну, чуть-чуть подождем Пока выброс может пройти Жора, ну что, что телефон-то Он же должно быть включено Не может держать Соединение с чатом Если что-то в чат писали Временно не было доступа к чату Поэтому Просьба повторить Ну, после того Как Мы отвечаем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Только началось Выброс только начался так ну у нас нет другого выхода потому что а у нас и вещей никаких нету да все таки выброс мы ждем битту без вариантов вообще без вариантов у меня вот не то чтобы меня убивался а с ним с ума поставь что-нибудь возьми гид там оставь дежур и все десечит наливать буду музыку книжки я уже заберу вы что-то за какой-то скоблю ну видно холидер батьку лежит пошли за бодяжем что там за бодяжем надо короче таки слышим проводить какое-то сообщение рекламного а вообще не надо хуярд хуярдый рекламный хуярдый рекламного жиров н Продолжение следует... 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 Продолжение следует...